В республике Беларусь обитает два вида клещей – эксодос ритинус и драмоцентар ретикулятус. Сейчас перед вами эксодос ритинус. Это самка с красным брюшком, рядом маленький черный самец. И вы можете увидеть, насколько маленькие у них личинки. Клещ мал, а вот вред от укуса велик. К людям, говорят, энтомологи, могут присасываться и нимфы – юная стадия развития клеща. С опасными паразитами можно встретиться не только в густых лесах, но и в городских парках и скверах, на приусадебных участках. Маленькие кровопийцы являются возбудителями серьезных заболеваний. В 2020-м уже зарегистрировано 15 случаев лаймборелиоза. Для сравнения, в прошлом году пострадавших от этой болезни было три. До 46-50% клещей заражены бактериями лаймборелиоза. По клещевому энцефалиту, то 0,5% клещей заражены вирусом клещевого энцефалита. Сегодня, если вы собираетесь отдыхать где-то на природе, необходимо очень внимательно смотреть за тем, где вы находитесь. Практически нет того места и в городе Бресте сегодня, в Брестском районе, в Брестской области, где не было клещей. Клещи просыпаются и активничают при минимальных плюсовых температурах. Поэтому сегодня при активном плюсе во время препровождения на природе стоит быть особенно внимательным. За истекший период этого года от укусов клещей пострадало 144 жителей города Брест и Брестского района. Наблюдается неблагоприятная тенденция. Если в прошлом году количество детей, пострадавших от укусов, от большего числа составляло где-то треть, то сейчас это практически 50%. Температурный режим сейчас не совсем стабильный, но тем не менее это не мешает клещам повышать свою активность, расползаться и активно нападать не только на животных, но и на людей. Клещей боятся в лес не ходить. Отнюдь. Чтобы минимизировать атаку насекомых, нужно просто соблюдать элементарные правила. Любителям погулять на свежем воздухе, устроить пикник или съездить в лес по грибы и ягоды, медики рекомендуют надевать светлую одежду. На ней хорошо видны клещи. И закрывать участки кожи. И, конечно, пользоваться репеллентами. Необходимо производить осмотр тела дома, посмотреть, есть ли клещи. Потому что многие обнаруживают клещей даже через несколько дней после укуса. Если клещ укусил, срочно необходимо его удалить, обработать ранку и обратиться в ближайшее медицинское учреждение для консультации или с инфекционистом, или с доктором, который должен назначить профилактическое лечение. Лечение должно быть назначено в первые трое суток после укуса. Продолжение следует...